доброе утро друзья я надеюсь вы уже привыкли ко мне в таком виде пиджаки сушатся на батареи на батареи короче 12 дня воскресенье это то которых дело встать раньше сделать все дела ну что было там и кстати вам не рассказал эту историю когда новогоднюю ночь у нас что начало сверху гудеть как будто у соседи работают робот пылесос я потом ходила спрашивать разбираться сказали что это не мы это не у нас мы ничего не знаем мы тоже не можем спать потом на день пропал звук и по час эта хрень гудит так вот она приехала погудела уехала погудела приехала погудел уехал кидера то есть кроме робота-пылесоса я не знаю что может быть и на работе распечатала бумажку там получали свои электроприборы если не пропадет подошла на подъезд сейчас 5 это хрень гудит есть сегодня уже надо выйти на улицу по-любому так что сейчас быстро перекушу соберусь и побегу по делам если получится сегодня достать коньки еще сходим с нас со знакомыми на каток прекрасное утро я уже успела сцепиться с мамой с ней она сама но интересно жить с родителями в таком возрасте когда ваше мнение расходятся каждый пытается внушить свое ну ладно я сейчас собираюсь есть некоторые планы в городе у нас офигенская погода я хочу как-то интересно одеться может потеплее чтобы еще потом прогуляться и пойдем делать дела с вами прошло и 2 часов я наконец-то вышла на улицу у нас очень красиво года хорошая основала своих вездеходах они такие скользкие в них вообще невозможно ходить я не знаю блин купила но видеть невозможно скользко кафе даже по снегу смотрите какая красота у нас я вот иду и думаю каким образом можно уменьшить скользоту обуви моей чтобы не хотя бы походить потому что она предназначена для снежных погод а выходит что я вышла по снегу и я падаю уже три раза подскользнулась невозможно ходить где предыдущего у я не волос на нас они и такие так что хоть пластырь клей на подошел подойдут ли они мне вот эти прикольные но какие-то немаловатые низковатые короче вышла я с секонд-хэнда покупала лосины на танцы успела поскандалить на кассе хотя вообще не скандальная девочка короче стала я в очередь с нужной стороны в кассе жду пока меня пробьет передо мной один человек подходит с другой стороны девочка говорит типа очередь с другой стороны я стала за ней девушка правильно стояла это выйти по не там стали я ничего не знаю я встала типа стала и стою я тут стояла я такая фырнула пошла на все себе у кассы стою тоже передо мной один человек и этот человек отходит и еще одна девушка передо мной только стала много громко говорю но это прикол какой-то ну типа создала скандальную ситуацию говорю я ради одних штанов буду три года стоять короче девушка эта которая впереди полезна ли да ладно проходите что вот это самом деле я такая дала нафиг с вами типа стойте продавщица там и извинялась я вас быстро обслужу в общем смешная ситуация но я просто до тебя этого не ожидала как-то вырвалась я никогда так грубо себя не веду и теперь понимаю людей которые долго стоят в очереди когда на работе меня и ждут кто-то влезает впереди интересная ситуация короче сегодня у меня был быстрый шопинг больше ничего не успела деньги положить не получилось как я хотела на омона там какое-то ограничение стоит иду щас за печеньками зайду на печеньками зайду в городе просто и море нормально вот учусь снимать при людях и пойду домой надо поубирать обработать кого-то бог и потом еще я не знаю пойду ли я на каток или нет непонятно коньки есть на времени не хватает на все блин сейчас иду вспоминаю эту ситуацию мне так стыдно я так на них наехала надо что-то делать своей агрессией ты называешь там таше 2 недели на танцах не побыла пришла домой поела и все у меня накрыла плохим настроением у нас еще сегодня в соседнем районе был прилет пострадало очень много домов людей просто после каждой такой новости невозможно себя собрать кучу потому что наша жизнь зависит от этих уродов на готовке естественно тоже не прошла все уже нет нужно будет поубирать про пылесосик но так хочется спать нужно набраться 7 честно и на немножко стремного дальше буду делать но что-то я сделаю блин, когда я к вам буду в кадр появляться красивой, я уже не знаю в общем, сделала я уборку, обработала все полы, помыла кисточки мне осталось сходить в душ и отпарить одежду сейчас отпарю одежду, приду спать, завтра на работу, очень устала это тяжелый медицинальный день был так что спасибо, что вы смотрите мои видео пусть они не такие интересные, как были раньше но хотя бы я их снимаю так что всем хорошего дня и ночи увидимся в следующем видео